Всем привет, меня зовут Настик Левер и сколько времени прошло с момента последнего видео, которое я загрузила на YouTube? Месяц? Два? Три? И знаете, мне впервые не стыда ни перед вами, ни перед собой, потому что я решила, что чем больше рамки я себя ставлю, тем больше я загоняюсь и в итоге все равно ничего не делаю. Это мое первое видео в 2019 году, я очень долго к нему как-то морально готовилась, есть очень много важных тем, которые нужно с вами обсудить и первая тема это что будет в дальнейшем будущем канала, вторая что происходит со мной в жизни сейчас, как я меняюсь и третья удалю ли я в итоге этот канал или нет. Давайте по порядку и первое, что же происходит со мной сейчас в жизни. Как вы знаете, может быть и нет, мне наступил мой пятый юбилей и я так психовала насчет этого, что поехала в Диснейленд, в Париж праздновать это событие и стала ходить, знаете, по врачам, потому что годы идут, знаете, спина болеть не перестает, суставы чувствуют погоду еще сильнее с каждым годом, поэтому я решила, что стоит заняться здоровьем намного раньше, чем занялись здоровьем, например, моей мамой и моей бабушкой, потому что есть такая возможность сейчас ходить к врачу более-менее нормально и я не говорю про бесплатные поликлиники, нет, не ходите туда, это какой-то кошмар, если честно, потратите деньги, чтобы потом сэкономить свои нервы и здоровье. Это раз, первые советы от бабушки Насти. И я стала заниматься своим здоровьем, прежде всего я пошла к эндокринологу и выяснилось, что моя полнота это не божий дар, а симптом болезни и нужно срочно сбрасывать вес и что-то вообще с этим делать. Поэтому я сдала огромное количество анализов и записалась на спорт, можно так сказать, и я купила абонемент в фитнес-зал, купила абонемент на тренера и занимаюсь сейчас до крови, пота, боли и все опять кровь, боль, пот. И так два раза в неделю, думаю, сейчас тренировки делать почаще, чтобы быстрее с меня уходил вес, хотя мне все говорят, что это ненормально, нужно, чтобы 2-3 килограмма в месяц уходило, тогда ты будешь поддерживать свой вес, несмотря на какие-то будущие катаклизмы, катаклизмы, я называю беременность, да, я идеальная будущая мать, наверное. Сейчас со мной происходит то, что я отбрасываю вес, наверное, вы заметили, если посмотреть мои фотографии буквально с лета, с моего самого эпичного видео про то, как мне испортили волосы и на некоторые комментарии, которые мне там оставляли, да, я там в довольно-таки большом весе. Сейчас я скинула порядка 15 килограммов и продолжаю двигаться по этой скользкой дорожке здоровой жизни, здорового питания. И поэтому хочу перейти к второму пункту на повестке сегодняшнего видео, это о чем будет канал. Я начинала как девочка, которая делала какие-то скетчи, потом перешла в DIY-видео и тревел-блогер, можно меня назвать тревел-блогером? Хм, парочка видео все-таки была, так что да, можно. Сейчас я хочу все-таки снимать о том, что меня интересует, конечно же, я буду удовлетворять ваши запросы под видео, которые вы будете оставлять, но все-таки хочется рассказывать и, может быть, как-то направлять девочек, которые будут бороться или уже борются с тем, что есть у меня. Я подробно все расскажу обязательно. Меня очень многие отговаривали, но я все-таки хочу показать результаты анализов, чтобы, может быть, вы, если вы попадете к некомпетентному врачу, могли указать ему на это или обратиться к другому врачу. И я хочу рассказывать о правильном питании, о том, с чем я сейчас борюсь, какие муки меня преследуют, как я отказалась от сахара. Кстати говоря, это было, не знаю, наверное, самое легкое, что я в своей жизни делала. Реально, я просто взяла и перестала есть сахар мучное, стала правильно жить, правильно питаться. И обо всем этом я хочу рассказывать, делиться. Может быть, как-нибудь вдохновлять, но вообще не факт. Я самый, наверное, последний человек, который будет кого-то вдохновлять, потому что мне нужно пару вдохновения для себя. Потому что, когда я прихожу на тренировку, моя мотивация заканчивается минут через 15, когда я поднимаю очень тяжелые тренажеры и просто хочется плакать. Помню, как меня в первую тренировку меня заставили подниматься по лестнице. И что я делала, это я такая за Фродо, за Гарри Поттер, за Шир, за, не знаю, за Нарнию. В общем, вся моя мотивация была именно в этом, а не в том, что я буду здоровой. И для некоторых, кто считает, что куда это красивые люди, не красивые. Об этом обо всем тоже хочется рассказывать. И надеюсь, вам это будет интересно. И к вопросу о том, удалю ли я канал или нет. Я думала об этом, на самом деле, очень и очень недолго. Я об этом думала, потому что была такая идея удалить канал и начать все заново. Но я поняла, что у меня есть уже небольшая семья, которые меня смотрят. Мое YouTube-сообщество, пусть оно не очень большое, но все-таки оно мое любимое и родное. И будет обидно удалять весь этот труд. Сколько моему каналу? Три-четыре, наверное, года. Надо, кстати, проверить, сколько лет моему каналу. И мы с вами вместе с некоторыми даже от ста подписчиков. И вы до сих пор мне пишите в Инстаграме. С некоторыми мы переписываемся, с некоторыми подписчиками даже встречаемся. Настя из города Таллинн, которая мне написала. И мы как-то, не, надеюсь, что мы все-таки с тобой дружим, да? Поэтому с девочкой с одной мы едем на концерт Эда Ширана. Она из Белоруссии, я из Санкт-Петербурга. Вот мы с ней встречаемся, будем там жить в одном отеле и пойдем на концерт. То есть у нас разные с вами прямые, которые пересекаются на каком-либо интересе. И поэтому я думаю, что вам тоже это будет интересно. Потому что сейчас появятся различные рецептики, которые очень сложно найти в интернете. Я имею в виду про правильное питание, где нет сахара. Расскажу про то, как отказаться от сахара. Как искать фитнес-тренера. Как купить абонемент в фитнес-зал. Все это очень сложно, я сама это изучала. Плюс какие лекарства, витамины тоже, может быть, стоит, на какие стоит обратить внимание. Да, как выбрать врача, все в этом роде. Я хочу, чтобы вы прошли этот мой мучительный путь сброса веса вместе со мной. И может быть я кому-то помогу в этом. В общем, это все, о чем я сегодня хотела с вами поговорить. Надеюсь, я как-то вдохновлю себя на работу. И, конечно, у меня есть план снимать одно видео в неделю. Я знаю, что я только что сказала, что не стоит себя вгонять в рамки. Но есть, по крайней мере, такой план, такая идея. Надеюсь, стремиться к этой цели хотя бы одно видео в неделю. Хотелось бы, конечно, два для большей продуктивности себя, большей работоспособности. Посмотрим, как будет получаться. Очень важен от вас фидбэк в комментариях. Не пишите мне, пожалуйста, в личные. Давайте внизу в комментариях. Нужна какая-то активность, чтобы я понимала, что вам это интересно. И, пожалуй, это все. Кстати, я хотела у вас спросить, нравится ли вам видео, когда я снимаю на однотонном фоне. Потому что мне перестали в какой-то момент нравятся такие, знаете, видео, где специально ставят какую-то лампу, глобус, цветок на фон, чтобы все было красиво и уютно. Это все красиво и уютно, но это все муторно. Намного проще повесить за собой фон. И так ты не будешь отвлекаться на какие-то другие детали и слушать именно меня. В общем, это все, о чем я сегодня с вами хотела поговорить. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте им палец вверх, подпишитесь на мой канал, зайдите, пожалуйста, в Инстаграм. Он ничего такой красивый. Мне, по крайней мере, очень нравится эта теплая лента, которую я стараюсь вести. Кстати говоря, я как фотограф тоже хочу начать делать, может быть, какие-то уроки, как работать со светом, как работать в Инстаграме, как делать какую-то тему в Инстаграме и все связано с фотографией. То есть, да, наверное, у меня и будет такой канал, где я буду рассказывать, с одной стороны, про правильное питание, да, а с другой стороны, про искусство, про свет, живопись, фотографию и все в этом роде. В общем, да, я прям слышу, как люди отписываются. В общем, пока не наговорил ничего лишнего, пока! Субтитры сделал DimaTorzok